преподобный паисий святогорец надо надежно охранять то что у нас есть что такое молитвенное правило это возможность попросить у бога прощения кто знает быть может последняя в жизни поэтому им никогда не стоит пренебрегать в одной афонской обители монах показал большое рвение в духовной жизни видя любовь и на как аскезе духовник благословил его на отшельническую жизнь предоставив его распоряжение небольшую уединенную келью однако монах не распорядился предоставлена ему старцам свободой благоразумно он подумал что бог не воздает ему за его труды и подвиги быстро утомился и бросил подвижническую жизнь время от времени он стал листать журналы которые забывали в келье паломники нечистые изображения которые он там увидел воспалили его воображение день и ночь он был погружен свои плотские фантазии и в конце концов решил оставить монашество и вернуться в мир у инока был приятель в салониках и он написал тому письмо в котором рассказывал что жалеет о том что стал монахом и просил найти ему хорошую девушку на которой он сможет жениться накануне отъезда монах зашел ко мне попрощаться мы были с ним знакомы увидев его и сразу понял что с ним что-то не так я задал ему несколько вопросов и разговорил его он рассказал мне все он дошел до того что вынужден был обратиться к психиатрам принимал прописанные ими лекарства но помощи так и не получил в отчаянии он покидал афон чтобы жениться постойка сказал я ему ты ошибся в своих выводах и в монашеской жизни есть своя радость и утешение которого ты не почувствовал я не хотел становиться монахом я пришел на афон словно одурманены и не успев все осознать принял пост их но я этого не хотел разве ты не чувствуешь какая тебе оказана честь ты не хотел становиться монахом а господь избрал тебя подвижнической жизни мы все прежде чем стать иноками все хорошо обдумали принятие пострига стало исполнением наших желаний и устремлений а ты жил своей обычной жизнью но бог видя твое чистое сердце привел тебя в монастырь господь возлюбил тебя так сильно разве ты не чувствуешь какая тебе оказана честь не отчаивайся я долго говорил с ним и монах в конце нашей беседы расплакался раскаявшись в своих намерениях он решил положить новое начало в своей монашеской жизни и я посоветовал ему делать три земных поклона и 12 четок иисусовой молитвы сегодня он совершает уже 700 земных поклонов и все время молится от молитвы он чувствует большое утешение радость как-то он мне сказал если то радость которую я чувствую и есть рай я бы хотел оставаться в таком состоянии вечно ты что думаешь это и есть рай у тебя радость размером с песчинку а ты называешь ее райской он до сих пор очень стыдится своего решения оставить монашество время от времени он приходит ко мне и во время разговора пытается понять помню ли я случившимся и все время краснеет но я делаю вид что совершенно забыл обо всем и никогда не вспоминаю о его прошлом намерение покинуть святую гору и если кто-нибудь из гостей пришедших в его обитель пристально посмотрит на этого монаха он всегда краснеет и опускает голову потому что думает наверное это старец поисий рассказал ему о случившемся со мной теперь у этого монаха несколько учеников которым он оказывает большую духовную помощь он стал настоящим подвижником и очень полезен для своего монастыря однажды два отшельника пришли в иверский монастырь после многочасовой ночной службы они пошли на трапезу где в этот день это была пятница предлагали рыбу и бобы один из двух монахов решил есть рыбу другой бобы после окончания обеда они взяли свои котомки и пешком отправились к месту своих подвигов по дороге иноке размышляли о том кто из них больше угодил богородицы через какое-то время они остановились и решили сделать привал один из отшельников задремал и увидел во сне пресвятую богородицу она подошла к тому кто ел рыбу и поблагодарила его а тому кто ел бобы сказала я теперь твоя должница очевидно что этим она оценила то что он пошел на жертву в скиту права ты жил один монах однажды он принял решение оставить иноческую жизнь и женился поселившись на острове тассус после многолетних трудов он скопил денег и приобрел на них корабль он отправился в рейс за грузом дерева в монастырь ватопед на обратном пути он проплывал мимо права ты и когда корабль поравнялся с его бывшей келье морская пучина разверзлась и поглотила судно к счастью самому монаху и двум его сыновьям удалось спастись он раскаялся и осознал что причиной катастрофы стал его уход из монастыря духовник которому он тотчас же поспешил посоветовал ему устроить своих детей после этого вернуться на святую гору у этого монаха было четверо детей два сына и две дочери большинство афонских монахов он был известен под прозванием раскаявшийся у монахинь есть интерес к подвижнической жизни и подходящие для этого сердца но часто бывает что они устремляются не туда куда следовало бы не хватает внимания их можно сравнить сосудами в которые надо налить масло их вымывают начисто вытирают тщательно готовят выбирают самое качественное масло и наливают внутрь но вместо того чтобы надежно запечатать сосуд закрывают его какой-нибудь красиво вышитой тряпочкой потом приходят мыши проникают сосуд тонут в нем и все масло оказывается испорченным и какой толк тогда от того что они очистили свои сосуды и налили в них самое качественное масло оно безнадежно испорчено а все их труды пошли прахом надо надежно охранять то что у нас есть часто бывает что монахи у которых нет многочисленных трудностей и волнений которые есть у мирян спокойны и их все время клонит ко сну но расслабляться нам нельзя мы должны собраться постепенно отсекать лишний сон и лишнюю еду ведь они идут рука об руку много сна приводит к чревоугодию а много еды к желанию подольше поспать из-за еды толстеет тело а из-за сна точнее тум духовная жизнь не имеет строгой регламентации человек со слабым здоровьем который не способен большим аскетическим подвигом может смириться проявить любовь ближнему и простить ему какую-нибудь ошибку если кто-то сильно болен он может принять свой недуг со словословием богу и через это смириться и получить огромную духовную пользу у всех нас есть какие-то смягчающие обстоятельства потому что мы баре мы со стороны дьявола но по-настоящему духовные люди к трудностям другого человека относятся как к своим собственным это гораздо сложнее чем просто помочь ближним в каком-то деле в последнем случае дьявол может обокрасть нас внушив нам гордые помыслы соприк şöyle соприкотедине соприкотедине